Шесть часов на операционном столе провёл этот новорожденный малыш. Медики обнаружили у ребёнка редкое заболевание – отрезию пищевода. Чтобы избавить кроху от этой проблемы, в Республиканский перинатальный центр прибыли опытные хирурги из Санкт-Петербурга. В операционной им ассистировали наши детские хирурги и неонатальные реаниматологи. Сложность заключалась в том, что достаточно сам по себе тяжёлый порог развития, который представлен отрезией пищевода с наличием трахеопищеводного свяща. Диагноз был поставлен после рождения и, конечно, в такой ситуации необходимо было оперативное лечение. В оперативном режиме врачи связались с нами и мы приехали. Сейчас состояние ребёнка стабильное. Ему оказывается вся необходимая помощь. Ещё какое-то время он пробудет в реанимации, а позже будет переведён в отделение патологии новорожденных. Мне хотелось бы, конечно, поблагодарить наше министерство здравоохранения, лично министра Шаманова Казима Азриталевича, который помог нам установить такие отношения. И это создаёт возможность нашим детям, нашим женщинам получать всю необходимую помощь, включая и высокотехнологичную. О редкости диагноза отрезия пищевода говорит медицинская статистика. Всего один случай на 3-4 тысячи детей. Особенность этого заболевания в том, что оно может сочетаться с пороками и других жизненно важных органов. Это и врождённые пороки сердца, это врождённые пороки желудочно-кишечного тракта, почек, позвоночника, костно-суставной системы. Но, с одной стороны, к счастью для этого ребёнка, у него выявлен только монопорок. То есть изолированная форма отрезия, ну, это только отрезия пищевода, без повреждений или пороков развития других органов систем. По словам хирургов из Санкт-Петербурга, операцию удалось провести успешно, благодаря тому, что врачи Республиканского перинатального центра вовремя заметили первые признаки болезни, поставив правильный диагноз на ранней стадии заболевания. Мы ездим очень много по стране, и нам уже, в общем-то, по большому счёту, наверное, не важно, какие стены вокруг нас, да, важно, очень важно, какие специалисты вокруг нас, на которых мы-то прооперируем и уедем, а ребёнка надо дальше выхаживать. Вот это, наверное, важно. Важное оборудование, которое стоит вокруг нас. Для оказания высокотехнологичной медпомощи врачи из Санкт-Петербурга приезжают в нашу республику не в первый раз. Кроме того, обмен опытом между медиками теперь осуществляется посредством видеоконференции. Специально созданный для этого телемост позволяет врачам Санкт-Петербурга и Черкеска проводить оперативные консилиумы и обсуждать схемы лечения новорожденных. Анета Дышекова, Мурат Кемрюга, Вархиз, 24.